Студия аудиокнига своими руками Николай Лейкин «Осенняя охота» Читает Александр Водяной «Фу ты пропасть! Бродим-бродим по лесу и по полянам, а хоть бы ворона попалась! Где же птица-то? Куда она делась, черт возьми?» Пленул толстый грузный охотник, подвязанных выше колена ремнями, в серой куртке, со светлыми пуговицами и с зеленой оторочкой, ружьем за плечами и секташем, в сетке которого виднелись три красных гриба. «Где же птица-то?» — еще раз обратился он, сопровождавшему его мужичонке в рваном пиджаке, о порках на босую ногу и в засмаленной, как блин, фуражке с надорванным козырьком. «Так ведь и распугали, ваше высокоблагородие! Очень уж здесь много охотников ходить!» — отвечал мужичонка. «Опять же теперь осенью и бабья нация тронулась за грибами в этот лес, а за бабой солдат пошел. Сами знаете, здесь у нас солдаты стоят, но им и лестно. Изволили видеть давю парочку с подсолнухами. Птица ничего этого не любит. «Да хоть бы ворона, простая ворона, а то и того нет!» — повторял охотник, снимая с головы фуражку с длинным козырем и отирая со лба, обильный под платком. «Вороны, ваше высокоблагородие, теперь по деревням цыплят воруют. Да, зачем им тут быть? Вон дятел в сосну долбит. Коля, желаете позабавиться, стреляйте! Ну вот еще! С какой штат я буду зря ружье коптить? Ружье у меня 250 рубликов, а ты ведь повел меня на тетеревинных выводков. Будут-с! Хе-хе, будут-с! Имейте только терпение! А скоро? Да вот в глушь войдем, версты две, две с половиной. Фу, какая даль! Я и так устал, как собака! Так присядьте вот тут на пенечек. Ух, в лучшем виде отдохнуть можно! А я тем временем кругом и около грибков вам поищу! Охотник грузно опустился на пень. Уже само собой! У нас здесь господская охота больше для променажу, сказал мужик. Первое дело до променажу, а второе, чтобы выпить и закусить на легком воздухе. Ахе-хе, вот-с! Гриб! Пожалуйте! Усё-таки не с пустым якташем! Теперь четыре гриба будет. Я думаю, брат Спиридон, сейчас выпить и закусить. О, самое любезное дело, сударь! Выпьете! Сейчас вам и силы поддаст! Отдохнете на пенечке! Ружьецо мне передадите, чтобы не тяжело вам было идти, и побредем мы тихим манером к выводочкам-то. Да есть ли выводочки-то? Может, ты врёшь? Трезор! Куш! Ляг тут! Породистый сеттер с высунутым языком и в дорогом ошейнике, тяжело дыша, опустился у ног охотника. Охотник передвинул из-за спины фляжку, оплетённую камышом, и стал отвинчивать от неё стаканчик. Потом он достал из кармана куртки свёрточек в бумаге и развернул из неё три бутерброда. Мужичонка стоял перед ним, улыбаясь, и говорил, «И меня, егеря, ваша милость, не забудьте, выпить дам, но закуски у меня мало». «Ух, а мне закуски, ваше благородие, не надо». «Я так, я-то травкой, вон щавель растёт, кисленьким куда приятно, хе-хе, а и в самом деле, щавелем хорошо закусить. Давай-ка и мне, щавелю», сказал охотник. «А-а-а, щавель первое дело. Пожалуйте, полковника Кожухова. Изволите знать, всегда щавелем закусывают. Прекрасный барин, такой барин, что поискать да и поискать, и всякий раз, как на охоту приедет. Новая водка, и самое, что ни на есть, особенная, то полынная, то на берёзовых почках. А нынче вот приезжал, так на персиковых косточках фуляшку привёз. Вкус! Ох, и в рай не надо! И вкусная-привкусная! Охотник выпил, корякнул и стал жевать листок щавеля. А ведь щавель-то в самом деле хорошая закуска, произнёс он. А как же, первое дело, ваша милость. Теперь, если кто из охотников лишнее переложит и кого мутит, первое дело щавель. Я уж так щавельку листики подаю. Силькерской воды в лесу нет, капель тоже никаких нет. Э? Чем, господина, выпользовать? Вот сейчас щавель. Не, ну на, пей. Охотник подал мужичку стаканчик. Тот ещё не пивший облизнулся. Желаю здравствовать, ваше высокоблагородие. Дай бог вам на многие лета всего хорошего. Поклонился он и медленно выпил стаканчик. Ух, зажгло. И что это у господ всегда заводка такая чудесная да крепкая. А вот бы у нас в кабаке такую продавали. А то ведь воду. Одну воду, чтобы им ни дна, ни покрышки дают дьяволы. А, такой крепкой водки и в дорогих ресторанах не держит. У меня каждой настойке спирт очищенный прибавляется. Во как! ты знаешь ли, какая тут крепость? Так, ух, да как не знать, сударь. Сейчас слышно. Это у вас настой-то какой? Листовой. На черно-смородиновом молотом листе. Ой, сад. Совсем фруктовый сад во рту умилялся мужик. Охотник съел бутерброд. Мужик, побродив около деревьев на полянке, принес еще гриб. Это, сударь, хоть и сыроежка, а гриб хороший. Возьмите и его, сказал он, умильно взглянув на охотника и спросил. Хе-хе, повторили по стаканчику-то? Эх, думаю, недовольно ли? Стаканчик довольно большой. Хромать будете об одном стаканчике, ваша милость? Это нехорошо. Ты думаешь, а то как же? Меньше двух охотники на привале никогда не пьют. Но будь по-твоему. Хе-хе, егеря не забудьте вашу милость. Егерь вам услужит. Вот, пожалуйте, щавели листочек на закуску. Опять последовала выпивка. Охотник съел три бутерброда и стал позевывать. Их, так ты говоришь, а версты две? Да тетеревиновых-то выводков? Спросил он. Да, пожалуй, и больше будет, отвечал мужик. Ха, черт возьми, как здесь все? Далеко. Да есть ли еще выводки-то? Есть, есть. Насчет этого будьте покойны, помилуйте, ведь мы для господ их разыскиваем. Да может быть, ты с пьяных глаз их видел? Господи! Да что вы за невероятный человек такой! Это резвее вот этого гриба был. Вот, кстати, пожалуйте, грибок положите в сумочку. Это уж красненький будет. Да, грибов много, а птиц нет. Хх, эх, зевнул охотник, пряча гриб в яктаж. А что, ежели теперь обратно на деревню? В охотничью избу идти? Ближе это будет, чем до твоих тетеревин и хвоеводков? Ближе ваша милость, как возможно. не Субтитры создавал DimaTorzok